Сегодня в Гомеле прошли урочистости и примиркованные до дня милиции. Первые отрады тут были створены восьмых исковиках 1917 года. Праз четыре дни после заявления оформления в Минске. На протяжении года отрады Народной Аховы были створены во всем гомельском повете. Из их истории и сущасностью ознайомились наши корреспонденты. Это был час великих угрожений. На фронтах протягивалась Первая Су-Светная война. Шмат проблем у тымлику фактов бандитизму хапала и у тылу. С сакавика 1917 года часовый урад поведомил об замене полиции Народной Милиции. Раз полтора месяца вышла постанова об засновании милиции. Она заусюды заставалась с запотребованной громадством, хоть и урозные периоды ее функции изменялися. На протягу 20-ти годов суместная с частями Червоной Армии боротьба с замежной военной интервенцией и контрреволюцией внутри краины. Потом допомога упередоливания стихийных бедствов, ликвидация криминальных формирований и профилактика безнаглядности. С початком Великой Айчинной супрацовники милиции увайшли у состав знищальных батальонов. Розные часы, разные обставины, але задача заусюды одна – боротьба со злочинностью. До своего профессийного свято правоохоуники Гомельщины подошли с добрыми выниками. По раскрытию тяжких, особо тяжких преступлений мы достаточно успешно сработали. Практически ни одно особо тяжкое преступление не осталось без внимания. И приняты все меры были к основлению лиц, совершивших эти преступления. Поэтому я считаю, что это основная заслуга. Сегодня граждане продъявляют до супрацовников милиции самые высокие потребования. Во умовах новых выкликов и погроз необходимо быть профессионалом с великой литры. Ветераны службы узгадывают – легко не было николи. И за дорученную справу приходилось отказывать без посылок на объективные причины. Але зараз профессийные потребования значительно взросли. Иншая справа, что и у милицию приходит больше подрихтованная молодь. Получили достойное образование. Многие поканчивали не только вузы милицейские, но и гражданские. Среди них экономисты, политологи, психологи. То есть это разносторонние люди, которые могут принимать верные решения в любой ситуации. Эффективно выражать поставленные задачи, связанные с выполнением службовых функций, не допускать формализму и бюрократизму, демонстрируя при этом допущальную самостоянность, высокую организованность, потребовальность и принциповость. Для супрацовников милиции, ветеранов и дейвучих – это потребование аксиома. А тому и отриманные узнагороды у тымлику от российских коллег, с якими у гамельчан тесные контакты, целком заслуженные, як и слова подяки самим милиционерам и их семьям, які для людей у погонах з'являются надейным тылом и опорой. Я ображаю слова благодарности вам, ветеранам, всем вашим семьям, потому что вы сегодня гаранты нашей безопасности и нашего спокойствия. Самое лучшее пожелание привить от Гомельско-областного исполнительного комитета и СССР. Добра вам, благополучия и всех вам благ в вашей дневном труде. С праздником вас! Олег Сентюров, Сергей Негеревич, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».